День поэзии Террористические группировки планируют атаку на Алеппо. Глава Миттерана внезапно появился в Биорице, где проходит саммит G7. В день города Гюмри открыта новая улица Шираза. Присутствовал премьер-министр Армении. Арцах Эйрфест в Сапинакерском аэропорту прошел третий воздушный фестиваль. Исторический замок Сатаны в центре ущелья Карачи в регионе Ардахан Западной Армении, построенный на вершине скалы, является одним из любимых мест для местных жителей и иностранных туристов. Считается, что замок был построен во времена Ванского армянского царства. Замок, который имеет скрытую входную дверь, находится в центре внимания многих посетителей. В соцмедиа распространилась информация, что в окрестности замка площадью в 3000 гектаров вспыхнул пожар. Его пытаются тушить пожарные и полицейские, но пока тщетно. К счастью, в окрестностях нет лесных массивов. К этому часу большинство пастбищ находится в тисках огня. Порывы ветра лишь усиливают огонь. Президент Республики Арцах Бакосаокеан 25 августа встретился с участниками Всеармянского молодежного форума «Победивший 2019», сообщает пресс-служба президента Арцаха. В теплой и непосредственной атмосфере были затронуты разные вопросы, касающиеся государственного строительства в Арцахе, региональных процессов, внутриармянских связей, молодежной политики. Президент назвал важным проведение подобных мероприятий с точки зрения патриотичного воспитания и ознакомления подрастающего поколения с родной страной. 25 августа в Ихлакелаке в Хасбахче состоялся ежегодный день памяти поэта Гури Этер. В саду Хасбахча состоялся концерт, посвященный поэту из села Турцх Гури Этер. Мероприятие было организовано дочерью поэта Ани Этери, студенткой магистратуры Ириванской государственной консерватории имени Комитаса. Уже пятый год мы проводим День поэзии Гури Этери. Он проходит каждый год в конце августа. Два раза мы организовывали его в селе Турцх на родине поэта. Два раза в Доме культуры города Ихлакелаке, а вот сейчас в парке Хасбахча. Такие поэтические дни будут продолжаться, и мы будем проводить их каждый год, прокомментировала Ани Этер. Помимо нее, сегодня на концерте присутствовали еще две дочери и жена поэта. Молодые юноши и девушки, среди которых были воспитанники Ашуа Джавахети, Алика Каспояна, прочитали стихотворения Гури Этери и других армянских поэтов, а также исполнили различные музыкальные композиции Саят Новый, Руставели, Комитаса и народные патриотические песни. Ливанское издание «Аль Маздар» утверждает, что действующие в Эдлибской зоне доэскалации боевики из коалиции Хаят Тахрир Ашшам намерены отыграться за тяжелое поражение под Хан Шейхуном, атаковав город Алеппо. Курдское агентство «Хавар Ньюз» ссылается на осведомленные источники в Алеппо. Террористы планируют вновь атаковать город с плата Анадан, пользуясь поддержкой Турции. Между тем, в сирийской арабской армии предположительно уже знают о планах боевиков. Значительные подкрепления направлены на усиление обороны сирийского мегаполиса. В курортном городе Биарицы на Иве Франции заметили министр иностранных дел Ирана Могамада Джавада Зарифа. Как известно, сейчас в Биарице проходит саммит G7. Как написали в Твиттер представитель МИД Ирана Аббас Мусави, там министр планирует продолжить переговоры о последних мероприятиях президентов Ирана и Франции. Говорится о шагах, которые имеют целью спасти соглашение о ядерной программе Ирана 2015-го после одностороннего выхода из нее США и введения американских санкций против Тегерана, передает Радио Свобода. Но, сообщил пресс-секретарь, переговоров с делегацией США не планируется. Улица Шираза была введена в эксплуатацию 25 августа в рамках празднования Дня города в Гюмри, передает Армен Пресс. Честь разрезать символическую красную ленточку выпала внуку великого поэта Ованеса Шираза. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акатян, сын и дочь поэта, многочисленные гости жителей Гюмри. Работы по реконструкции улицы были проведены ОАО Подмосковья при финансировании Всемирного банка фондом регионального развития. По совместной инициативе Министерства экономики и производственных инфраструктур по делам молодежи и туризма Арцаха, а также компанией Ел Экстрим Парк в Степанакирском аэропорту сегодня, 24 августа, прошел третий воздушный фестиваль Арцах Эйрфест. В ходе фестиваля были организованы полеты на воздушном шаре, самолете и параплане. Продемонстрирована воздушная шоу-программа, после которой в аэропорту при участии групп Арата Бэнд и Шушва Бэнд состоялась концертная программа. В этом году на фестивале Арцах Эйрфест выступили участники из Армении, Арцаха и из-за рубежа. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Урэс Майрим» в исполнении Люси Квинтетта. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!